Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 октября. Я продолжаю высаживать свой чеснок. И сейчас покажу вам, как я делаю это с большими зубчиками. Я уже теоретический ролик снимала, видеоролик. Я рассказывала, как готовить грядку, как там обрабатывать. Сейчас в двух словах скажу, что ничего особенного в посадке чеснока нет. Выбираем также солнечное место, как для лука. Если есть зола, нужно добавить золы в землю. Вот у меня нынче нет золы, я просто добавила ложку суперфосфата на 1 квадратный метр. Все перекопала, убрала растительные остатки, все сделала бороздки. Сейчас раскладываю я чеснок. Чеснок, если вот такими крупными дольками садить, вот как у меня, то нужно делать расстояние примерно, ну я делаю 20 см от одной луковицы до другой. Делаю 20 или 25 см, и заглублять его, конечно, нужно на более большое разоглубление делать. Если перед этим я бульбочки показывала, что 2 см достаточно над ними, то вот над таким большим зубчиком должно быть 5 см грунта, для того, чтобы он не вымерзал. Поэтому я делаю, смотрите, бороздки, вот сделала, видите, у меня их даже не видно, чесноковин. Сделала бороздки глубиной примерно 3-4 см. И еще, когда я их поставила, я вот так вот делаю раз туда углубление, чтобы был виден только хвостик. В результате получится, что над ним вот эти 5 см земли как раз и будут. Что еще хочу сказать вот про эти, расстояния такие обязательно нужно выдерживать, потому что, представляете, если вырастает вот такая большая, огромная головка чеснока, ему нужна большая площадь питания. Это во-первых. Во-вторых, если чаще сделать вот эти борозды, не через 20-25 см, будет затенение, не будет проветривания. До этого я показывала бульбочки, что я высаживала на расстоянии 10 см, так как они маленькие, мелкие, у них короче будет, в высоту меньше вот эта зелень. А вот этот чеснок, большие вот эти супчики, они дадут очень сильный такой куст, прям можно сказать, что да, полметровый вырастает, здоровый, сильный, ему нужно большое расстояние. Больше ничего обычного, ой, необычного в посадке чеснока нет. Дальше я вот эти бороздки закрываю перегноем, все. Там можете в зависимости от региона замульчировать чем-то сверху, можете просто так оставить. У меня он не вымерзает. И еще хочу сказать, если вам требуется обработка, если вы в качестве семян не уверены, то можно сделать 3 столовые ложки на 5 литров воды, подержать минут 5 вот в этом растворе, потом переложить в раствор медного купороса, берут 1 столовую ложку на 10 литров воды, ну или можно взять 1 чайную на 5 литров воды, и подержать буквально 1-2 минуты, это от болезней, чтобы не было там никаких бактерий на нем, чтобы не было серой гнилии или чего-то другого, что встречается. И после этого не нужно промывать, а нужно сразу высаживать, ну или чуть-чуть проветрить, подсушить и высаживать. Но вот эту вот медный купорос не смывать, он предохранит вот наш посевной материал от всяких гниений. Все, до свидания. Вот это коротко и ясно о посадке чеснока под зиму. Чеснок под зиму получается всегда намного крупнее, чем яровой, получается он намного раньше, и вообще очень удобно. Весной будет свободное время, которое мы заняли бы на посадку чеснока, будем заниматься рассадой томатов. Все, до свидания.